Представители знака Зодиака Козирог. Козироги мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, события до конца июня. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я так надеюсь, что ваша интуиция и образы карт помогут какое-то важное решение принять. Или просто для себя что-то продумать наперед. Может быть, подсказку в чем-то другом дадут. Мы достанем на заключительный этап июня месяца несколько карт с конкретными вопросами. Такими как, что придет, что уйдет. Для того, чтобы оценить, может быть, какие-то обстоятельства нашей жизни. По крайней мере, как видят их карты. И какова та реальность, в которой вы сейчас находитесь. Ведь она у каждого своя. И первая карта у нас так и будет называться. Что придет? Вот что придет представителям знака зодиака Козирог. Для Козирога. Последнюю декаду июня. А что уйдет? Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Достанем еще одну карту, зададим вопрос, а что от нас скрыто? И три карты события. Может быть, это одно будет событие. А может быть, и взаимосвязанных три. Итак, давайте смотреть, что придет. Ну, вообще, могу остальные карты не открывать, мои дорогие Козироги. Если солнце выпадает, раньше говорили, так, все, у тебя солнце, иди, у тебя все будет нормально. Ну, так или эдак, ну, каким-то образом, у тебя все получится решить, ты останешься доволен. Потому что карта солнца, с одной стороны, это карта счастья, карта удачи. Ну, вот когда нам действительно и удается что-то решить, и, может быть, какие-то гордевые узлы распутать. Так, и буквально это карта выбора правильного направления. Значит, на каком-то правильном направлении, мои дорогие Козироги, вы что-то до этого сделали правильно. И теперь уже можете переоценить любую обстановку вокруг вас, принять правильные решения и уже видеть какие-то свои перспективы. Правда, нечего добавить. А что уйдет тогда, давайте спросим. Вот интересно, шестерка мечей, нет подвоха в этой карте, это карта заслуженного успеха. И я могу судить по тому, что нам выпало солнце, словно вы один проект можете завершать и переходить во второй. Или подводить какие-то итоги, ведь это карта заслуженного успеха, как будто успех нам уже гарантирует. Возможно, вы как раз вот тот значение, которое я озвучила, вы перед этим сделали что-то правильное. Или правильное решение, или правильный выбор. У кого-то это и в отношениях ведь может проиграться. Или, может быть, совершили переезд, и это тоже правильно. Или просто пока как будто решили переехать. И у каждого ведь здесь по-своему. Может быть, вы долго шли перед тем, как решиться на что-то, что-то осуществить. Но явно нам уже карта говорит, что есть в чем-то успех. И, значит, как минимум одно какое-то дело, тему, или, ну, что-то в вашей жизни какая-то есть составляющая, которую вы уже решили, причем сделали правильно. Поэтому карта солнца у нас появляется как будто от успеха, от правильно принятых решений, либо от того, что мы видим реальность. Вот это тоже ведь очень важно. Может проиграться, что вы недавно сменили работу, вы недавно сменили сферу деятельности. Или вы строите карьеру, и вот, ну, есть какой-то результат. Даже когда мы проделываем, словно какой-то темный путь, не видя, получится у нас осуществить то, что мы задумали, или нет. Но у нас хватает мужества и решимости идти вперед, вот тогда к нам и приходит успех. Что такое успех? Это где-то совокупность действий, причем таких, которые основаны на повторении, на собственных усилиях, прежде всего, так и на трудолюбие. И тогда вот, пожалуйста, тебе успех и получается. Но по части трудолюбия как раз ваш знак образцово-показательный, поэтому и успех есть, есть и карта солнца. Дважды, как будто период конца июня для вас, мои дорогие козероги, удача. И здесь у каждого проиграется в своей сфере жизни. Чем дело кончится? Ну вот, когда мы, наверное, от этих пяти кубков, которых, точнее, три разлитых, это какая-то ситуация из прошлого, мы буквально отворачиваемся, разворачиваемся, точнее, на 180 градусов. И вот эти два, которые находятся за спиной, но прежде их человек не видел, так и мы видим наши новые возможности. Может быть, решение того вопроса, которым вы занимались длительное время. Сердце буквально может и успокоиться, и дело закончится. Тут мы остаёмся с собой довольны, потому что уйти от какой-то вот такой патовой ситуации, отказавшись от чего-то. В итоге мы себя попросту благодарим, правда. Явно вы себе за 10 дней уходящего июня скажете, мои дорогие козероги, спасибо. Грандиозное такое спасибо самому себе за какое-то либо правильно принятое решение, либо за какую-то прозорливость, или то, что вы вот сделали что-то совершенно, ну, для себя с хорошим плюсом. Причём с плюсом на перспективу, на какое-то далёкое будущее. Или, может быть, где-то не спасовали в какой-то трудной ситуации, быстро оценили, что это для нас является. И на последующий период тоже это для вас будет какой-то прогресс. Ну, а чем же сердце успокоится? Для кого, посмотрите, шестёрка кубков. Любая шесть – это победа, но шесть кубков – это про любовь, конечно. Хотя карта дипломатии и карта говорит нам в первую очередь о том, что у нас есть люди, которым мы можем доверять. И вот дети изображены с белыми волосами. И в этой колоде как раз цвета имеют значение символическое. Так вот, белый цвет – это символ чистоты искренних отношений. Карта может напрямую говорить о том, что у вас есть такой партнёр, и ваши взаимоотношения построены на душевной радости, на каком-то душевном тепле, комфорте, когда вам уютно друг с другом, когда без слов вы можете практически друг друга понимать, и когда не какая-то меркантильность выходит на первый план, а именно какая-то организация нашей души, когда мы думаем в унисон. Но для кого-то это может быть ещё и как возможность уже, я сказала, про дипломатию. И когда выпадает шестёрка кубков, мы можем, в принципе, порешать многие вопросы, именно благодаря тому, что мы где-то дипломатией пользуемся. Это может быть любой вопрос. Хоть в высоких инстанциях мы пойдём, или к руководителю мы пойдём, или просто какой-то отвлечённой темой займёмся, и тоже будем взаимодействовать с людьми. Вот мы найдём общие точки соприкосновения, интересов, или мы найдём варианты какие-то, чтобы нас услышали, правильно поняли, и где-то нам посодействовали. И этот элемент тоже. Но на чём-то светлом, добром, радостном у нас успокаивается сердце. Прекрасно. А что же у нас вкрыто? Вы можете не видеть, например, на начальный период вот этой десятидневки, что на пороге какое-то событие или новость, известие. Может быть, это к концу придёт, июня, к самому, а может быть, и в июле. Будут какие-то перемены, именно которые приходят к вам, либо через бумагу, либо через какую-то новость. Это может быть не только бумажный эквивалент. Это может быть и смс, это может быть какое-то сообщение. Это может быть ещё какая-то правда или просто какое-то предложение. Но, безусловно, мы по восьмёрке жезлов, предполагается, что мы быстро реагируем. Это карта скорости. И мы вполне себе можем куда-то собраться и поехать. Или будет какое-то, допустим, сообщение, которое мы тоже не можем оставить на потом. Есть такой элемент, что если мы оставим на потом, мы можем что-то упустить или сказать себе, если мы, предположим, говорим, подумаю завтра. Так вот завтра какой-то возможности может не быть. По этой карте железо пока горячо. Это будет для вас важно. Поэтому, если какие-то известия приходят, надо будет оценить где-то, насколько для меня это выгодно или нет, и как-то прореагировать стоит. Может быть, звонок или что-то написать, или в каком-то деле отметиться. Может быть, это предложение по работе. И тоже на завтра не отложишь. Значит, как минимум, ну, какой-то разговор или озвучить то, что вы не отказываетесь. Если в чём-то сомневаемся, мы как будто можем, знаете, такой нейтралитет держать какое-то время. Но то, что наша реакция должна последовать, то это точно. И у каждого здесь, конечно, по-своему. Давайте посмотрим события. Ну, всё-таки вдохновению, какому-то нежному чувству или, знаете, вашим задумкам, может быть, по вашему творчеству, особенно если вы человек творческих профессий. Поскольку у нас выпадает принц кубков, это вот мы придаём духовное значение, как вот нашему делу, например, которым мы заняты. Или даже карта нам говорит о том, что мы должны заниматься тем, что нам нравится. Тогда оно у нас получится наиболее успешно. И мы больших высот достигнем в этом. Есть по этой карте и значение спасителя, искателя Грааля. Значит, как человек у нас есть такой, опять же, посмотрите, белые цвета. И как лошадь так изображена с гривой белой, так и сам принц изображён с белыми волосами. То есть, ну, есть взаимодействие, может быть, это в личной жизни проиграется. У кого-то это как партнёрские отношения. Или даже с руководителями вы можете установить с учётом карты Солнца. Вот такие отношения, когда новые перспективы для вас открываются. Безусловно, у кого-то это в первую очередь личная жизнь, потому что рядом королева кубков. Это часто по картам двора нам говорят о какой-то нашей личной истории, может быть, супруге. И неважно, что у нас королева, меня смотрят и девушки, и мужчины. Мы смотрим энергетику. И вот карты двора говорят о том, что, ну, вот какое-то взаимодействие. И причём с вдохновением. И пусть две карты достаточно холодные, нам здесь уже сказали о том, что идите тепло, душевное, взаимопонимание. Но здесь, видимо, какие-то планы, если мы говорим «искатель Грааля», то тут вы можете, начиная от какой-то поездки до глобального переезда вместе в паре что-то планировать. Или вы можете, почему нет, какое-то общее дело начать. Предположим, это может быть даже бизнес, но с таким прицелом, когда по принципу кубков мы словно делаем это с пользой для людей. Может быть, вы что-то такое изобретёте, то, что будет действительно помогать каким-то образом людям. И надо сказать, что мы достигнем большего, мои дорогие козероги, если мы какую-то свою задумку будем с этой позиции подавать. Не мне нужно, не я заинтересован, или мне удобней, а вот каким-то образом так вот продумать и подать ваше дело, вашу деятельность, что это будет так удобней для людей. Для людей будет больше пользы, людям это понравится, это будет оценено. То есть вот чем бы вы ни занимались, вот если мы где-то с этих позиций подходим или ищем, допустим, компаньонов, скорее всего, нас уж услышат, нас и одобрят, наши проекты и поддержат. Мы большего добьёмся в целом. Но для кого-то из вас это может быть поездка, правда, у кого-то может быть паломническая, но кто знает, или какие-то вот духовные цели вы всё-таки преследуете. Кроме того, Королева Кубков нам ещё может говорить, помимо личной истории и какого-то вашего интереса, это может быть такая ситуация, когда нам придётся переключаться между разными энергиями. Ведь Королева Кубков держит в руках кубок и имеется в виду, что какая-то личная история и чувства присутствуют. Но, видимо, будут и те ситуации, когда от нас потребуется рационализм, хладнокровие, и обе карты достаточно холодные. И, видимо, когда какие энергии применять, будет зависеть ваш успех. И карта Принца Пентакли, она сама по себе как где-то карта прогресса. Это марафонский забег, когда мы начинаем какое-то дело, и оно будет продолжаться долгие годы, и будет нам приносить и прибыль, какую-то известность, популярность. Но этот процесс не будет быстрым. У кого-то это вопросы, может быть, буквально с детьми вашими связаны, с какими-то проплатами, или как-то вы участвуете в их жизни. А для людей творческих это может быть появление мецената, которому интересны вы и ваше творчество, и он будет поддерживать ваши проекты. Кроме того, особенно с учётом Принца Кубков, потому что по Принцу Пентакли часто проходят, здесь проигрывается получение денег. Получение денег даже в сложных ситуациях, когда мы остались на бабах, нет денег, и нам нужно где-то одолжить, или как-то, может быть, проплата какая-то есть необходимая, нам как-то выкрутиться попросту нужно. И вот мы находим этот выход, нам кто-то приходит на помощь. Это по одной карте, а у вас ещё с таким же где-то значением, потому что спаситель, карта, нам сказала, поэтому тут дважды может быть какое-то тесное сотрудничество, взаимодействие, как с конкретным человеком, так может быть, и не на период вот именно вашей какой-то необходимости, а на более длительный период какой-то совместный проект. Надо сказать, что как ты не трактуешь, всё равно солнце. Конечно, детали у каждого свои. Но то, что вы, правда, решите любой вопрос или таким, или другим путём, осуществите то, что для вас в этот период времени будет наиболее так, знаете, как на пульсе. Впоследствии вы можете себя похвалить, потому что какие-то новые как и перспективы, так и возможности. Быть, наверное, готовым, лёгкому на подъём будет тоже немаловажно в этот период. Но и уделить внимание личной жизни как будто тоже необходимо, потому что счастье, полнота счастья, она должна быть во всех сферах жизни. И вот вам, наверное, на конец июня вот такая задача, мои дорогие козероги, чтобы уравновесить всё, что приходит как на ваш порог, так и все сферы вашей жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.